Гонконг с его многолюдностью, узенькими улочками, пробками на дорогах, конечно, очень сильно утомляет. Поэтому сейчас отправляюсь на самый юг острова Гонконг, в поселочек Абергин. Те, кто путешествовал или путешествует по юго-восточной Азии, наверняка знают о таком благе цивилизации, которая является одновременно и спасением в жарких странах, но также и убийцей здоровья. Это, конечно же, кондиционеры. Они находятся везде. И в гостиницах, и в общественных зданиях, магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте. Вот сейчас, например, дует, блин, гаденыш. Дует, блин, из всех щелей. И кондиционеры, это очень такая напасть, я скажу вам, потому что даже лучше наверняка находиться в тепле, чем потом находиться в тепле и простывшем. Ну вот такой Гонконг мне нравится. Более такой сказать, менее напрягающий. Вот это вот реально хостел. Супер вообще. Если и по ценнику, и вообще, условия, конечно, там изумительные. Так что, если будете в Гонконге, все-таки, ну, останавливайтесь с комфортом. Ссылка на этот хостел будет в описании под видео. Вот такая автоматизированная дверь. И вот такая. Вот такой вот номер, вход получается. И четыре двухспальные кровати. Вернее, двухэтажные. Чистенькое белье, аккуратненько. Кровати новые. Стоят не плотничком, а, в принципе, есть места достаточно. Вот такие. И с двух сторон душевая кабинка и умывальник с мылом и средствами для принятия душа. Шампунь, кондиционер и бальзам для тела. Ну, такой вот. И вид на город. Ну, и туалет. Чисто, аккуратно, вообще, визумительно. Ну, и вид на город, на пролив. Вообще, замечательно. Столик. А, душа, кстати, с туалетами два. Вот. Что тоже огромный плюс. Кондиционеры не направлены на тебя и не дуют. Поэтому очень удобно. Шкафчики. В шкафчиках, интересно, так, ну, весь рюкзак туда не влазит. Но вот для того, чтобы, например, длинный ноутбук вместить, вот так вот сделан. А вот эта выемка, это получается вот лампочка, розетка гонконгская и USB. И полочка. Вот лампочки есть. И включатель, где лампочек. Вот такой вот замечательный номер с таким вот замечательным видом на город. А, и сразу выдали в хостеле транспортный гид, чтобы знать, где находимся и как отсюда добираться. Расписание автобусов, остановки необходимые, туристические достопримечательности, и карта метро, и расписание паромов. Также карточка, которая необходима везде. От входа в гостиницу, в перемещении в лифте. И также входа в номер. Ну и также вот такую вот карточку такую, для того, чтобы обозначить, что твоя кровать занята. Вот, Сим-Сим, откройся. Вот еще и бесплатный чаек с утречка. Смятный чаечек. Сим-Сим закрылся. Лифтом, чтобы воспользоваться, тоже нужна карточка. И вот этаж. Такая красота вообще, чистенько, аккуратненько. С подсветкой здесь вообще так прикольно в этом хостеле. Получается. Вот две лампочки горят. Там можно включить общий свет. Вот там вот подсветочка. И еще вот такие вот. Вот. Так продумано. Вот шкафчик. Тут есть светильничек. Ты его можешь направить как удобно, да? Плюс. Есть розетки гонконгские. Но не у всех же есть гонконгский тройничок. Вот такой вот. Который отличается и от европейских, и от китайских. И поэтому здесь есть вот такая вот штука. USB. Подъезд, конечно, без ремонта. Так что есть косячок один. Нашли. Это общая комната. Поделена на зоны. Прикольно. Каждый может найти себе место по душе. Комната тишины. Вообще супер. Книжечки почитать. Прикольно. Туалеты. Ну, это туалеты, которые в общей комнате. Ящички для хранения. Стиралочки, сушилочки. Камера хранения. Такая кухня. Прикольная. Ну, вот все есть. Чашечки, стаканчики, тарелки, тостер даже. Даже есть специальная посуда для готовки. Кастрюльки. То есть, я же говорю, супер хостел. Самое интересное, что сейф разных размеров. Надо побольше сумка. Вот побольше. Блин, я вот восторгаюсь. Как же круто они сделали хостел. Причем по ценнику он дешевле, чем какие-либо шляпные отвратительные условия. Сим-Сим, откройся. Сим-Сим, закройся. Вот, кстати, лобби отдельно сделан с баром. Ну и ресепшн, стоечка, где поселяют. Тоже прикольно. И курить на территории запрещено, но они вот так позаботились и сделали отдельные места для курения. Можно позавтракать. Вот цены. Ну, цены так, кстати. Они сильно не кусаются, как в городе. Хот-доги, напитки, бухлишка. Сим-Сим открыт. Вот такие гонконгские доллары. Они все разные. Купюры с разными рисунками. Вот. Наверное, это самая крупная купюра. Пятисотка. Вот десятка. Самое интересное, то, что это пластиковая купюра. Дисюнчик. Ее можно мять, мыть, мочить. Ей ничего не будет. Вот. Ну, специально сделали, потому что, типа, самая ходовая купюра. И очень много рыбаков в Гонконге имеют дело с водой. Поэтому вот решили сделать такую ее интересную. Вот так вот. Такие вот деньги. И вот. 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 Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...